МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир канал РЕН продолжает итоги недели в студии Кристины Рабина. Сегодня выпуски. Но уборку становись! Завтра по всему краю идет Секубанский субботник. Школа выживания. Жители многоэтажки уже несколько дней без электричества и воды. Мелодия души. Духовой оркестр Анапы готовят ценителя музыки и весенний сюрприз. И сейчас обо всем подробнее. Конкурс на право размещения нестационарных торговых объектов. Администрация предоставляет всем желающим на законных основаниях получить возможность разместить торговые объекты на муниципальной земле. Смотрите наш материал. Предприниматели, которые хотят разместить торговый объект на муниципальной земле, должны с заявлением прийти в управление торговли, приложить эскизный проект, сообщить информацию о том, каким образом и в каком радиусе будут осуществлять уборку прилегающей территории. Указать свое ценовое предложение. И опираясь на эти критерии, конкурсная комиссия открыто подведет подсчет баллов и определит победителей, с которыми будут заключены договора. Для того, чтобы создать на потребительском рынке условия, при которых добросовестные хозяйствующие субъекты могли реализовать свое право на получение возможности разместить нестационарный торговый объект в установленных местах. Управлением торговли принимаются меры по пресечению нелегальной торговли. Если реализация товара обнаружится в неустановленных местах и без соответствующих документов, будут составлены протоколы об административном правонарушении и направлены в суд. Анапа готовится к новому курортному сезону. Ландшафтные дизайнеры преобразят набережную. Крымские сосны все на подбор. Около 33-метровых красавиц посадили две недели назад. Каждый тщательный уход и полив. 300 литров в день на каждую сосенку. Сейчас они уже прижились. Озеленители готовят почву для посадки нового газона. В этом году разработали новую концепцию набережной. То есть морские жители у нас покинули на время набережную. А сейчас на набережной представлено большое количество многолетних культур. Это купреса цепарис, лейланда спираль, туя западная в Удварде шарообразная, можжевельники, тисы ягодные. То есть разнообразие именно таких культур, которые могут увидеть только на юге отдыхающие. Среди высаженных культур редкий занесенный в Красную книгу ягодный тис. Это растение способно прожить до 4000 лет. Посмотрим, сколько он проживет среди любителей курортных фотографий. На свое привычное место вернулся корабль с алыми парусами. Только уже не из цветочных композиций, а из деревянного массива. Столярная бригада зеленстроя выполнила каркас корабля из лиственницы. Надеемся, что гости, жители Анапы оценят и будут бережно относиться, не портить его. И он в таком виде у нас простоит весь сезон. Рядом с кораблем мы высаживаем виолы в виде морских волн. Так что корабль снова приплыл к нам в Анапу. Алые паруса снова на месте. Виолы радуют глаз отдыхающих. Но процветут они недолго. С наступлением жары вместо них клумбы украсят петуньи, бегонии и комусы. Очень красиво, очень нравится. Все ухожено, чистенько, цветы. Вот то, что у нас в городе не особо такого много увидишь. У вас очень красиво, все бережно, с любовью. Преобразится и фонтан. Работы по его реконструкции начаты 1 апреля. Пока здесь только ограждения. На концу мая жителям и гостям курорта предстанет совершенно новый облик. Всеми любимого места отдыха. В предстоящую субботу объявленся Кубанский субботник. На уборку улиц выйдут все предприятия города-курорта. Призываем всех жителей города и сельских округов выйти на субботник. В весеннее время активизированы дорожно-ремонтные работы и прокладка водопроводных труб. Городская дорожная инспекция проверяет объекты на соблюдение правил безопасности. Масштабные ремонтные работы развернулись на улице Красноармейской в районе автовокзала. Строители прокладывают новый водовод взамен изношенного. Новые трубы уже провели от улицы Новороссийской до улицы Ленина. С завершением строительства нового участка водовода важнейшая проблема по водоснабжению курорта будет решена. Ведется от станции третьего подъема, это за Северным рынком, и идет до угла улиц Красноармейской и Новороссийской. Идем мы с опережением на дней 10-12. Строители должны соблюдать не только требования качества монтажа труб, но и обеспечивать безопасность дорожного движения на время проведения работ. Своевременно и надлежащим образом устанавливать ограждения временные знаки дорожного движения. 70 дорожных знаков было расставлено. Ну, в общем-то, если их не расставлять, то было бы тяжело. Транспорта в городе очень много. Инспекторы ГИБДД осуществляют регулярные проверки. Нарушений всегда много. Объект на улице Красноармейской тоже проверяли. Там тоже составлялись неоднократно административные протоколы на должностных лиц. При проведении работ были нарушены расстановки знаков, места ограждения. Но сейчас там все исправлено. Сейчас проводятся работы, как положено. В 2014 году правила ужесточились. Знаки только на желтом фоне и обязательно по утвержденной схеме расстановки, согласованной с дорожной инспекцией. Помимо этого подрядчик должен согласовать установку знаков с владельцем дороги, муниципалитетам, краевыми или федеральными органами власти. Создание аллеи славы в Гайкадзорском сельском округе совпало с экологической акцией парки Кубани. Экологическая акция парки Кубани стартовала в крае 2 марта. В ее рамках операция «Спасибо деду за победу». Школьники села Гайкадзор не остались в стороне. Члены кружка эколого-биологической станции «Маленький принц» собрались на аллее славы хутора Заря, чтобы высадить 20 кустов роз. Мы, как краевой эколого-биологический центр, пытаемся, чтобы наш край был и зеленым, благоустроенным, красивым. Особенно такое прекрасное место, как город Анапы, близ перележащие к нему поселки. В хуторе Заря аллея славы в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне появилась совсем недавно. Работы по ее строительству начались в феврале. Бригада рабочих предприятия «Олмастрой». Порядка еще двух недель полностью под ключ все будет. Практически все закончено. Будет газонная трава посажена. Ну вот это вот мы поливаем каждый день. И все. Будет полностью все в зелени здесь. Жители Зареи активно поддержали идею создания в хуторе аллеи славы. Они сами ухаживают за аллеей и следят за ее состоянием. И мастуи Кисьян, и ореволуз Гущина в годы Великой Отечественной были детьми. От войны остались только детские воспоминания. Нас немцы выгнали отсюда. Село все сожгли. Горело тут не знаю как. А нас выгнали туда ночью и шли. Не знаю куда. Гнали туда и шли. Папу выслали в Крым. Как гнал немец папа в Крыму. В казарме был. Утром забрали на фронт. А мы с старшей сестрой остались в казарме. Меня удочеряла русская женщина. Сестру татар. Экологическая акция парки Кубани продлится в регионе до конца апреля. Жильцы многоэтажки готовят еду на костре, как в прошлом веке. В селе Супсех на улице Советская в многоквартирном доме предприятие Кубаниэнергосбыт отключило электричество, несмотря на то, что цена за квадратные метры в этом доме не уступает стоимости жилья в благоустроенных районах Анапы. Подробнее в нашем материале. В двухподъездном пятиэтажном доме электричество отключено с 24 марта. Причина отключения – задолженность жильцов в несколько тысяч рублей. Только о таком решительном шаге компании жильцы узнали внезапно. Нас никто не предупредил. Отключили внезапно. Как раз было похолодание. В 5 часов вечера. В доме проживает очень много детей, семей с детьми, пожилых людей. Квитанции у нас идут от имени Буханова Елены Вадимовны, как частного лица. Потому что она до сих пор нас не оформила, как многоквартирный дом в энергосбыте. Ситуация со схемой оплаты коммунальных услуг – лишь малая часть махинаций застройщика. Многоквартирный дом возведен незаконно. Администрация выявила самострой еще на стадии строительства. Но в сносе незаконного здания было отказано. В 2013-м застройщик признал право собственности по суду. Владелец дома не посвятила новоиспеченных жильцов проблему с коммуникациями. Две зимы я уезжаю, потому что здесь невозможно жить. В прошлом году я сделала ремонт, хотела заехать в сентябре. Но застройщик затопил мою квартиру. Полностью мой евроремонт был потоплен. Свидетельство я получила в 2012-м году. Все должно быть центральное. Все на моих глазах формировалось. Сантехник делал разводку, воду подводил, электричество. Это все работало перебойно. Но мы с надеждой жили, что все будет хорошо. Но после недели без света, воды, отопления, жильцы развеяли последние надежды. Ведь признание владельцам права собственности на дом по суду – это не гарантия подключения многоэтажки к централизованной системе коммуникации. Лимит воды, света и газа был рассчитан для индивидуального дома. Застройщик нам обещал, что все коммуникации будут, что они все центральные. И мы им верили до последнего. Но уже нашего терпения просто нет. Мы вообще не справляемся, потому что невозможно справиться. На кострах люди готовят пищу, кушают, не моются, если куда-то к родственникам или куда-то в гостинице. Жильцы проблемного дома обратились за помощью в администрацию. Конечно, юристы в рамках закона помогут жильцам. Но новоселы не останавливаются на достигнутом. Готовят документы в суд, чтобы обязать застройщика выполнить условия, прописанные в договоре. А пока идут разбирательства. Жильцы вынуждены решать бытовые проблемы. Обезопасить себя от приобретения самовольных строений можно. Необходимо ознакомиться с перечнем выданных разрешений на строительство на официальном сайте администрации. Если дома в нем нет, значит он незаконный. На сайте также опубликован черный список самостроев. Созвездие блистательных имен. О людях, бесконечно преданных творчеству, сцене и своей профессии, расскажет Рината Кадырова. ПЕСНЯ Преподаватели школ искусств в роли артистов на сцене. Уникальный случай, когда заводилы всех торжеств собрались вместе. В зале ветеранной культуры и целые семейные династии. Вал оваций и море поздравлений для ярких имен культурной Анапы. Со словами благодарности к работникам культуры обратилась Людмила Мурашова. За существенный вклад в развитие культуры города, почетными грамотами от Министерства культуры и главы города награждены самые лучшие. Полный зал талантливых, умных, профессиональных, красивых, артистичных. Я вообще считаю, что именно работники культуры вращают шарик сигнал. На сцене только удивительные артистические судьбы. Среди звезд такие блистательные имена. Поэт Сергей Зубарев, заведующая библиотекой Жанна Газарян и Екатерина Чернышева, которая уже 35 лет открывает новые таланты в Благовещенском доме культуры. Тамару и Николая Глушенко отметили как истинных пропагандистов русской песни. Возглавляю второй филиал городской библиотеки и горжусь своей профессией, потому что моя профессия – это моя душа. Вы знаете, выступление таких коллективов всегда вызывает чувства, я думаю, у творческого и даже не у творческого человека. Чувство такого гордости за город, за культуру. Работники культуры раскрашивают нашу жизнь в цвета радости. Именно их силами формируется среда, в которой рождаются инициативные, творческие и яркие личности. А теперь короткой строкой новости, которые запомнились анапчанами гостям курорта за минувшую неделю. На этой неделе глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов побывал со знакомительным визитом в Анапе. Уникальный для Анапы проект – строительство напорного канализационного коллектора. Его реализация в центре внимания федеральных властей. Финансирование гарантировано в полном объеме и поступит уже в апреле. 250 миллионов рублей на первый этап. Учитывая жизненную необходимость модернизации системы канализирования, работа продолжится и в курортный сезон при минимальных неудобствах для жителей и гостей Анапы. Что касается прогнозов на предстоящий сезон, то они оптимистичны. По словам экспертов, на рынке туриндустрии продажи путевок на курорты Краснодарского края по сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно возросли. Ожидается, что на Черноморском побережье отпуск проведут свыше 12 миллионов отдыхающих. Сирень Победы зацветет в Анапе в сквере имени Гудовича. Молодежь, ветераны, волонтеры серебряного возраста приняли участие в посадке кустов и торжественном митинге, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. На лею установили памятные таблички с указанием даты и номинованием группы войск, принявших участие в освобождении района. В сквере прошла закладка земли в особые гильзы, которые затем отправятся во все города воинской славы. Краевой день здоровья в станице Анапска собрал свыше 1300 участников. 20 самых востребованных специалистов проверяли состояние здоровья пациентов и давали ценные консультации. На этот раз он был тематическим, посвященным профилактике весеннего витаминоза. Очередной день здоровья пройдет 7 апреля на Театральной площади. Отборочный этап фестиваля современного творчества «Свежий ветер» стартовал на этой неделе в Анапе. Он проходит уже в десятый раз. Конкурсных направлений множество. Хард-рок, лайт-рок, рэп, битбокс, брейк-данс, граффити, диджейнг. Жюри оценивает авторство, содержание текстов, качество исполнения, качество музыки, сыгранность группы. Победители муниципального этапа сразятся в зональном этапе конкурса и представят Анапу в Краснодаре. В Краснодарском крае стартовалась и российская общественно-патриотическая акция «Знамя Победы». 27 марта в Краснодаре знамя торжественно передали сочинским огнеборцам. В течение месяца оно побывает во всех районах края. Эстафету Анапе передал Новороссийский гарнизон пожарной охраны. Митинг, посвященный чествованию Знамени Победы, прошел в Анавском гарнизоне пожарной охраны. Под звуки марша торжественно выносят копию знамени, точную копию флага, установленного солдатами Красной Армии над Рейхстагом, провезут по всем краевым гарнизонам пожарной охраны. Знамя Победы торжественно передают представителю 15-го отряда пожарной службы. Знамя Победы мы везем в Славянский гарнизон, Красноармейский гарнизон и Калининский гарнизон. Это 15-й отряд ФПС по Краснодарскому краю. Будем также проводить мероприятие и передачу знамени «Тимашевский гарнизон». Заместитель главы Владимир Забураев поблагодарил ветеранов за их огромный вклад в Победу. Воспитанники Клуба любительских объединений Академия выступили с творческими номерами. Знамя Победы было водружено на Рейхстаг в честь Победы. То есть это как частичка нашей истории. Это для меня великая честь посмотреть, как его передавали, посмотреть, как оно выглядит. И вообще тут побывать, еще поучаствовать – это просто нечто для меня. В 1945-м Знамя Победы изготовили в полевых условиях. Тогда и не думали, что красное полотнище с пятиконечной звездой Серпом и молотом станет символами реликвии всей страны. Знамя Победы будет путешествовать по пожарным частям страны, как напоминание о великом подвиге наших солдат и напутствии нынешним защитникам Родины. Ко дню Победы знамя будет доставлено в Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю, где и завершится акция. «Все для фронта, все для победы» – этот лозунг отлично помнят ветераны Трудового фронта. Они самоотверженно работали, чтобы дать армии все необходимое. Сегодня мы познакомимся с инопчанкой Ксенией Петровной-Петченко. Подумать только в годы войны ей приходилось быть агрономом сразу пяти совхозов. Сегодня Ксения Петровна-Петченко принимает поздравления по поводу вручения юбилейной медали к 70-летию Победы от администрации и общественности города. «Мы любую дорогу осилим, даже если она нелегка. Силой духа владеем с рождения и по правилам учимся жить. И на прадедов наших достойных мы во всем быть похожи хотим». Перед самым началом войны Ксения Петровна окончила курсы сельского хозяйства по специальности агроном и главный экзамен на профпригодность сдала в годы войны. «Я находилась на мужской работе, рано уходила, поздно домой приходила. Потом, это ж только у нас что было, МТС, машино-тракторная станция, на территории колхоза Передовик. И вот Передовик, волна, волна революции, Красный май. И спускаясь назад, вот это все, вот так идешь. Потом назад спускаешься, горный болец». «Трудность для юной Ксюши была не в том, что приходилось пешком за день побывать в пяти подотчетных ей хозяйствах, а в том, чтобы твоим указаниям следовали взрослые». «И чтоб мужику, да подчиниться бабе, да вы что». Результатом труда Ксении Петровны Печенко стала медаль за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. «Наше поколение было очень перегружено, работа трудом. Почему? Потому что тогда вот этой техники было очень мало. Пахалось плугами, валы запрягались. Первые трактора пошли, что трактор 4 сойдет, за ним 7 плугов цепляется за трактором, а за 7 плугами еще 4 большие такие бараны». Уже за 70 Ксения Петровна ушла на пенсию. Сегодня ей 91 год. Премьера художественного фильма «Битва за Севастополь». В киноцентре на Красной площади состоялся предварительный показ. На премьеру приглашены ветераны Великой Отечественной войны, расскажет наш корреспондент. Перед показом пресс-конференция с участниками Великой Отечественной войны, где обсудили новые военно-патриотические фильмы, поговорили о защитниках и героях Отечества, тяжелых сражениях за Севастополь во время Великой Отечественной войны. Премьеру фильма начали с выступления казачьего хора. «Погибшим слава и слава живи! Победа! Победа!» Директор киноцентра организовала для гостей чаепитие. Предприниматель Амазасп Эриянов сделал небольшой подарок ветеранам и выкупил все билеты на предпремьерный показ фильма «Битва за Севастополь». Я хочу попросить нашу молодежь уделять больше внимания и не только в День Победы вспоминать о наших ветеранах, но и чтобы всегда помнили и передавали своим детям их великий подвиг. После показа мы решили поинтересоваться, какое впечатление произвел фильм. Я сидел и слезы у меня катились, потому что настолько это жизненно, настолько это, как говорится, за сердце берет. Поэтому спасибо, что поставлено и не забывают наших фронтовиков, не забывают то, что было во время войны. Светлану Фроловскую тоже растрогал фильм, ведь эта тема ей как никому знакома. Отец Светланы, Николай Дейнега, тоже, как и главный герой фильма, был снайпером, держал оборону Севастополя, также был ранен, эвакуирован. В общем, все как в фильме, но только одно отличие – это была не игра актера, а реальная жизнь. Мамин отец, мой дед, защищал Севастополь, как раз держал оборону Севастополя, был снайпером. Это как раз получился фильм про него, вот эти вот все моменты. Его вывезли раненого на Кавказ, тоже так же успели. И потом он там лечился в Грузии, присылал фотографии. Фильм произвел огромное впечатление на всех кинозрителей, выходили со слезами на глазах и растерянными лицами. Весеннее настроение начинается с музыки. К началу сезона духовой оркестр Анапы подготовил зрителям небывалый сюрприз. В новой концертной программе «Мелодии души» Анапского духового оркестра будет много интересного. Произведение Штрауса, группа тромбонов сыграет соло, обязательно будет солировать любимый всеми трубач Энвер Меджитов. Главная интрига вечера – выступят солисты международного класса Татьяна Мазуренко и Владимир Богачев. Песня «Мелодии души» Владимир Богачев 25 лет пел в Москве в Большом театре. Его голос потрясал своды Метрополь-опера, Венской оперы, театра «Ла Скала». А напчане услышат легендарный тенор уже совсем скоро. Очень хороший оркестр, прекрасно мягко играет, очень люблю петь с духовым оркестром, есть много прекрасной музыки, которая великолепно звучит с духовым оркестром. Трудно что-то выделить, потому что это настоящее, серьезное, несмотря на вот такую вальсовую свою браваду, музыка очень серьезная и трудная для исполнения, она яркая, настоящая, одним словом. Музыканты быстро настроились на общий лад, последние репетиции. Концерт обещает быть ярким и позитивным, иначе у нашего духового оркестра и не бывает. Сцена это совсем другое, и мы преподнесем то искусство, к которому мы стремимся всю свою жизнь. Вот нашему оркестру уже почти 40 лет, но стараемся делать так, чтобы публике это все нравилось. Это будет поистине праздник музыки и хорошего настроения. Концерт «Мелодии души» состоится 5 апреля в 15.00 в городском театре. Новый проект «Сторона родная» на нашем канале. Для каждого из нас малая родина – самое любимое место, куда всегда хочется вернуться. Родные пейзажи, знакомые люди, которые живут по соседству. В нашей программе мы расскажем о том, чем живет Анапа и сельские округа. О живописных местах, достопримечательностях, интересных событиях и хороших людях. Первый выпуск смотрите сегодня в 19.00 в эфире «Анапа. Регион» сразу же после новостей. Будь в движении – призыв для всех. В рамках спортивно-патриотическая программа «Готов к труду и обороне» возрождается. В Анапе проходит тестовый режим сдачи норм ГТО. Соревнования, проходящие в рамках программы «Будь в движении», состоят из упражнений комплекса «Готов к труду и обороне» и некоторых военизированных состязаний. В сборке оружия, подтягиванию, стрельбе из пневматического оружия участвуют и девушки. Мы занимаемся в университете на паре физры. Ну и вообще в течение всей жизни спорт – это тренировки, тренировки, еще раз тренировки. Поэтому силовая подготовка есть, я думаю, поэтому все получается. Всегда была такая тяга именно к победе, к спорту. И все это военно, там очень сильно нравится. Рожденным в СССР хорошо знакомы нормы ГТО. За отличный результат в комплексе спортивных нормативов советский спортсмен награждался медалью, а в особых случаях становился мастером спорта международного класса. Все это возрождается уже с текущего года. Результаты будут учитываться при поступлении в высшие учебные заведения страны. Лучшие пловцы из 16 муниципалитетов Кубани в финале. В Анапе состоялся заключительный этап всекубанского турнира по плаванию на Кубок губернатора Краснодарского края. На торжественном открытии всекубанского турнира спортсменов приветствовали почетные гости. Губернатор Кубани Александр Ткачев уделяет большое внимание популяризации развития плавания в крае. Ежегодно соревнования на первом этапе собирают более 85 тысяч пловцов. С 44 муниципальных образований 38 принимают участие в первом этапе. Независимо от того, есть на территории муниципального образования бассейн или нет. Я думаю, что Краснодарский край, омываемый двумя морями, представляет собой огромную значимость турнир как для детей, так и для взрослого населения края. В бассейне спортивной школы «Виктория» за награды боролись девушки 11-12 лет и юноши 13-14. Каждый спортсмен мог показать себя на дистанции 100 метров комплексного плавания и 50 метров стилем по выбору. На спине – брасом, вольным стилем или батерфляй. Тяжело было плыть брасом после бата и спины. Бата мне особо тяжело и спиной, а вот как-то брас замедлился и дыхание сбилось, тяжело было. Лучший результат в командном зачете показали спортсмены из Новороссийска. Анапская сборная заняла четвертое место. Борьба за 25 тысяч евро продолжается. В Краснодарском крае международные соревнования по велоспорту «Шоссе». Велогонщики участвуют в многодневном заезде. Старт на дистанцию в 600 километров дан в Анапе. Индивидуальные заезды в рамках пролога международного тура «Кубани» прошли на Пионерском проспекте. Спортсмены из разных стран приняли участие в соревновании, показывая свой лучший результат. От доли секунды зависит количество баллов, которые заработает команда от данного этапа. Традиционно жесткий контроль допинга и строгие критерии отбора для шоссейных велосипедов. Миллиметр больше и спортсмен лишается возможности выступать на своем велосипеде. Однако ни жесткие рамки отбора, ни дождь, ни ветер не огорчают участников. Зарубежные велогонщики поделились своим мнением о соревнованиях и городе-курорте. Красивый город. Плохо, что не лето. Зимой, конечно, не все настолько ярко. Так вспоминается. Все организовано отлично. Нам предоставили все необходимое, поэтому у нас не возникло никаких проблем. Абсолютно ни с чем. И это прекрасно. Я люблю это место, этот город. Уже второй раз здесь. Первый раз мы победили в заезде, поэтому я надеюсь, что и в этот раз мы сможем выиграть. Это все новости на сегодня. Далее Наталья Змозгова с прогнозом погоды на завтра. Здравствуйте. В эфире прогноз погоды. Утючево грозы идут в начале мая, а вот в Анапе, которая всегда впереди, первая в этом году гроза ожидается завтра. В субботу юго-западный ветер поменяет направление. Подует с запада. Ветер ожидается порывисто до 9 метров в секунду. Но радует по-прежнему стабильная дневная температура до плюс 8 градусов. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова